Hello, my dear friends! Всем привет! Мы продолжаем цикл уроков по грамматике английского языка «Доступно». Работаем над группой времен английского языка Perfect Tenses – завершенные времена. В завершенном времени главное что? Что действие завершилось и на данный момент есть его результат. На прошлом занятии мы разобрали утверждение, как строится в настоящем завершенном времени, сегодня – отрицание. Слова, которые помогают понять, что действие завершилось в английском языке и нужно предложение построить в Perfect Tense. На прошлом занятии были утверждения, мы разобрали наиболее часто употребляемые слова для утверждений, сегодня вы увидите, какие чаще используются в отрицательных предложениях в Present Perfect Tense – в настоящем завершенном времени. Итак, суть построения предложения грамматически. Сначала называем того, кто выполнил, не выполнил действие, да, у нас отрицание – не выполнил, то есть не завершил действие. В «О себе» и во множественном числе у нас будет вспомогательный «have» в глаголе после этого, и в третьем лице единственного числа будет вспомогательный глагол «has». Давайте вспомним местоимение «I» – «я», «you» – «ты» или «вы» в английском является множественным числом, «we» – «мы», «they» – «они». После того, как называем кого-то из этого выбора, да, местоимений, мы ставим вспомогательный глагол «have». Если мы захотим сказать о нем или о ней, что-то, что они завершили, либо не завершили, действие «he» – «on», «she» – «ona», «it» – «on», «ona», «ano» – о чем-то неживом, мы будем после них употреблять вспомогательный глагол «has». Но в отрицаниях нам еще понадобится отрицательная частичка «not». Получится «have not» либо «has not», которые имеют сокращенную форму «haven't» и «hasn't». Убирается буква «у», вместо нее ставится апостол. Встроим предложение. «Я еще не приготовил завтрак», «я еще этого не сделал», слово «еще» будет в конце предложения. Оно помогает понять, что это предложение в завершенном времени, в нашем случае – отрицание. Первый пример сделаем с правильным глаголом и сделаем полную форму «have not», «has not». Второй пример возьмем с неправильным глаголом и возьмем сокращенную форму отрицания. Итак, первый пример. «Я еще не приготовил завтрак». Сначала называем того, кто не выполнил действие «I». Далее. Вспомогательный глагол «have», как мы уже говорили о себе и во множествах, после чего мы добавили отрицательную частичку «not». Основной смысловой глагол «cook» у нас правильный глагол, поэтому в завершенном времени к правильным глаголам добавляется «id» – окончание прошедшего времени. Далее мы говорим о том, что мы не приготовили именно завтрак и что этого еще не сделано, то есть усиливаем понимание того, что это действие в perfect tense, в завершенном времени. «I have not cooked breakfast yet». «Yet» ставится в конце предложения. «Вы не приготовили завтрак еще?» «You have not cooked breakfast yet». «Мы еще не приготовили завтрак». «We have not cooked breakfast yet». «Они еще не приготовили завтрак?» «They have not cooked breakfast yet». И в третьем лице единственного числа «о нем, о ней». «It» у нас просто для практики подразумеваем робота. «He» – он еще не приготовил завтрак. «He has not cooked breakfast yet». «Она еще не приготовила завтрак». «She has not cooked breakfast yet». «Он еще не приготовил завтрак». «It has not cooked breakfast yet». И возьмем пример с неправильным глаголом. У нас глагол «go» – ходить, ездить. И мы хотим сказать о том, что кто-то еще не сходил, либо не съездил на экскурсию и не бывал там ever since, с тех пор, которые подразумевают эти два собеседника. Итак, «have not» имеет сокращенную форму «hevent», «has not», «hasn't». «ever since» – слова, которые помогают понять, что действие в завершенном времени происходило, ставим в конец предложения. «Отрицание haven't» ставим после того, как называем «кто не выполнил действие». И наш основной смысловой глагол «go» – он из таблицы неправильных глаголов. Воспользуемся таблицей. И для «perfect chance» – для завершенного времени всегда берется третья колонка. «Go and gone» – третья форма «gun» будет у нас для всех участников событий, так сказать, не зависит от того. В единственном, во множественном числе не зависит. То есть о себе, о нас, о вас, о нём, о ней будет везде третья форма глагола для «perfect», для завершенного времени. Так, и произносим сокращенную форму. «Я ещё не сходил», «я не ходил на экскурсию с тех пор». «I haven't gone to the excursion ever since». «Вы не ходили на экскурсию с тех пор». «You haven't gone to the excursion ever since». «Мы не ходили на экскурсию с тех пор». «We haven't gone to the excursion ever since». «Они не ходили на экскурсию с тех пор». «They haven't gone to the excursion ever since». И в третьем лице единственного числа. Он не ходил на экскурсию с тех пор. He hasn't gone to the excursion ever since. Она. She hasn't gone to the excursion ever since. Он. It hasn't gone to the excursion ever since. Итак, мы разобрали отрицание в present perfect tense в настоящем завершенном времени. На следующем занятии будем учиться строить вопросительные предложения в present perfect tense. See you later!